Символы глаз во сне. К чему они снятся? Ну, нездоровые гнойные глаза, косые глаза. Это может быть без глаза. Почему? Потому что глаза — это энергетический символ. Поэтому, если во сне вы смотрите в глаза другому человеку, встречи или контакты по телефону, может быть, скайпу, на улице, вот это может быть встреча. Следует определить, кем является для вас этот человек. Если сосед, то толкуйтесь, что встреча должна быть, вот-вот, должна состояться. Если с этим человеком, соседом, у вас хорошие приятельские отношения, то встреча может произойти хорошо. Если вы были ссора, то от встречи не стоит ожидать позитивных каких-то эмоций. Если просто сосед, значит, это скорее всего указывает на какие-то события, которые вот-вот должны произойти. И они будут нейтральные. Если с этим мы знакомы, например, вы лежали в больнице, то есть вероятность, что эта болезнь может вернуться к вам снова. Если сосед – это коллега по работе, то ожидайте встреч, например, с человеком, с которым вы можете, будем говорить так, не с коллегой, а какие-то встречи будут по работе. Если видели слепого знакомого человека во сне, следует помнить, что с чем связан этот человек, и по жизни, скорее всего, в какой-то теме вы слепы, и что-то вы не видите. Ну, например, женщина видит, например, женщина видит другую женщину во сне, о которой она знает, что она любительница в воде чужих мужей. Значит, сон может указывать, что следует открыть глаза, обратить внимание на мужа, от него может крутиться подобная основа. То есть она видит слепого знакомого человека. Это женщина слепая. Поэтому искусственный глаз. Искусственный глаз, то есть вот это может быть возможность зомбирования, искусственного зомбирования. Это может быть по телевизору даже идти 25 кадров, 25 кадров. А если смотреть в глаза, например, собаки во сне, которые были налиты кровью, то это надо ждать, может быть, родственников, которые должны прийти. А возможно, может быть, от родственников идет какое-то недоброжелательное намерение. Почему? Есть такое выражение «налитые кровью глаза». Это может быть просто иногда любовник может быть. Потому что глаза собаки могут показывать не только на родственников, для молодой женщины, например, любовника и встречи с ним. Мужчине во сне, который видел красивые женские глаза, это встреча с красивой женщиной. Это может быть не только физическим контактом и душевным, но может быть и сексуальным. Потому что это энергетическая вещь. И здесь на это надо обратить внимание. Почему? Потому что всегда энергетический контакт через глаза – это всегда неплохо. Видеть человека со злыми глазами. Вот здесь надо быть конкретное слово «зло». Почему? Потому что нужно быть осторожным. Ключевое слово «злое». Вот зло – это зло, добро. Это всегда такие полярные вещи. Значит, вот тут надо быть осторожным. Потому что с этим человеком он может к вам прийти с недобрыми намерениями. Опять, или этот сам человек может быть зло от него исходить. Или от той ситуации, в которой вы контактируете с этим человеком. Или же от этого человека может прийти недобрые вести. Если вы красили во сне глаза. Для чего мы красим глаза? Чтобы оказаться красивее. Ну, иногда вот что такое? Мы ресницы красим. Если мы красим ресницы, значит вполне возможно, что может быть защита какая-то энергетическая у нас идет дополнительная. Если мужчине снятся женщины с накрашенными глазами, то предстоит встреча с женщиной, которая захочет с вами, будем говорить, быть получше. Она захочет вам понравиться. Цвет глаз очень имеет значение большое. И поэтому, если ярко окрашенные глаза, и вы видите, какие глаза во сне. Например, голубые глаза – это чистая энергия. Если черные, может быть опасность. Зеленые глаза – это к любви, серые, к спокойствию. Если бесцветные, блесые глаза и все остальное, тут может быть именно приворотом или порчей. Очень часто бывает, когда женщина приходит и рассказывает, вы знаете, у моего мужа белесые глаза. Вот я его узнаю, у него как белесые глаза. Да, это очень частый признак на физическом уровне, что у человека может быть именно приворот. Глаза очень сильно отражают энергетику. Она не только во сне идет, она и снаружи. Глаза дикого животного показывают напасность со стороны человека, который не может справиться со своими эмоциями. Это глаза кошки, например, это символ вашей семьи. Если глаза гноятся, или один глаз вытек, и кошка одноглазая, вы на краю развода. Здоровые и светлые глаза у кота показывают на то, что в вашей семье все в порядке. Если вы видели своего близкого человека слепым, то это может быть символизирует то, что у него может быть депрессия. Ему стала жизнь совершенно неинтересна. Или же этот человек не хочет реально какие-то вещи видеть в этой жизни. И как страус прячет голову в песок. А вот выбитый глаз, это может быть к ссоре. Почему? Потому что именно вот эта вот драка идет. Нанесение негативных последствий. И в первую очередь это идет на уровне энергетики. И вполне возможно, что это может быть болезнь. Почему? Потому что нарушена энергетика. Если во снах на вас кто-то косо глядел, то вас могут подозревать в каких-то нехороших поступках. А веселые смеющиеся глаза во сне указывают, что вы с удовольствием приятно можете провести время, которое может где-то вот близко рядом с приятным хорошим человеком. Или к удаче, к успеху. Видеть одноглазого человека во сне. К одиночеству и к неудаче и слабости. Почему? Потому что парные глаза, это тоже парная энергия. Если глаза завязаны у вас, то во сне кто-то не хочет, чтобы вы узнали о нем какую-то информацию. А если видели человека, который вам завязывал полвязку на глаза, то это вероятность, что именно он не хочет, чтобы вы что-то узнали. Если сами завязываете глаза, это означает, что вы не хотите видеть очевидных вещей, которые есть. Разноцветные глаза во сне могут указать на встречу с человеком, который будет не очень искренне с вами. Видели глаза со слезами, это к хорошему исходу событий. А если видели, как вороны выклевали глаза у дохлой кошки, то ваша семья практически распалась или не состоялась. Из-за того, что многие люди вам могли или завидовать, или пожелать очень много плохого. Молодая женщина, не рожавшая, увидела во сне ребенка, то есть вероятность, что она забеременеет. А видеть во сне не женатого мужчине, глаза ребенка, встреча может быть с женщиной, хорошей, нежной, очень чистой женщиной. То есть вот здесь тоже может быть. Если во сне вы чувствуете, что попало саменько в глаз, вы можете оказываться, вот какой-то раздражающий эффект есть в реальной жизни. И вы не захотели видеть какой-то мелочи. Да, она постоянно вас может энергетически раздражать, но вы на нее не концентрируете внимание. И с этим меритесь. Отсюда у вас может быть раздражение, постоянное раздражение, раздражение вашей энергетики, а соответственно и ваших эмоций. Больные глаза указывают на длительный стресс, болезни или к будущим неприятностям. Ключевое слово – болезнь. Больная энергетика. Если больная энергетика, да, это может быть психосоматика и все остальное. И вы можете постепенно, психосоматические нарушения могут прирасти в какую-то определенную болезнь. Если во сне вы выплакали все глаза, вроде как выплакали глаза, все остальное – это наконец-то скоро к вам придет радость, удача и процветание. То есть вы это заслужили. А если вы во сне вытаскивали своего ребенка соринку в глазу, значит ваше воспитание идет очень хорошим, нужным для него русле. А если во сне увидели вытаращенные глаза, то что такое вытаращить глаза? То есть это к удивлению, к событиям, которые вас удивят. Во сне вы видели плохо. Это большая вероятность ослабленной энергетики тела. Поэтому вполне возможно, что вам надо просто отдохнуть. Если во сне мужчины видят рядом с собой женщину с опущенными глазами, то скоро может просниться любовь к женщине, которую он давно знает. А видеть очки во сне у себя, но в реальной жизни вы их не носите, значит следует быть внимательником к окружающему пространству. Чего-то или кого-то вы не замечаете. Значит вам надо где-то повнимательнее сделать фокус зрения. А видеть очки у людей, которые во сне вас окружают? Рядом с вами находятся люди, которые могут выискивать ваши просчеты и использовать против вас. Почему? Потому что они очень пристально присматриваются к вам. Лечить глаза во сне. Ну тут скорее всего ключевое слово лечить, значит это болезнь, которая имеет основу вашей больной энергетики. Это может быть или ситуация, или на самом деле, что надо подлечить глаза. Или может быть глаза могут символизировать еще, например, и по женской линии какие-то вещи. Поэтому тут надо обратить внимание. Если видели в зеркале больные тусклые глаза у себя, это может быть болезни, усталости. Иногда это может быть панкротство. То есть у вас ослаблена энергетика, а энергетика это тоже деньги иногда символизирует. Поэтому гной в глазах, если вы видите, вы очищаете, убираете гной в глазах. Это к очищению энергетики. Если во сне у вас больше, чем два глаза, то есть у вас может быть третий или четвертый глаз, то есть много глаз, значит у вас хорошая интуиция. Вот надо ее обязательно использовать. Такой же сон может обозначать, что у вас есть талант ясновидения. Глаз, нарисованный на руке. Это способность к диагностике, к лечению. А видели глаз, нарисованный в пирамиде, во сне это к материальному достатку. В долларе есть пирамида, и там на ней глаз. Поэтому вот это третий глаз обычно идет, который на пирамиде. Ой, не третий глаз. Глаз, который символизирует, может быть, доллары. Видеть у себя третий глаз. Ну, это ясновидение, экстрасенсорные способности и все остальное. А если бельмо на глазу, в реальной жизни вам кто-то может мешать жить. И с этим вы можете, не можете самостоятельно справиться. Надо попросить, чтобы вам помогли. Или длительная помощь и забота о ком-то из родственников вам грозит. То есть, бельмо на глазу. То есть, постоянно будет человек, который будет вас беспокоить постоянно. Усталые, сонные глаза могут указывать и на убытки, и на бедность. Почему? Потому что это энергетика. Если нету сил, значит нету сил даже и зарабатывать денежки. Такое тоже может быть. Поехали. 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 Продолжение следует...